Здравствуйте! Сегодня мы расскажем вам про отработку стройных комбинаций на снарядах. Мы уже снимали видео про повторные атаки, так вот эта работа еще сложнее. Она нужна для улучшения координации, тактического мышления в бою и более качественного построения атак. Итак, любое обучение лучше начинать от простого к сложному, поэтому мы начинаем с одиночных ударов. И мы сейчас построим стройную комбинацию, которая состоит только из одиночных ударов. Смысл этой работы заключается в том, что мы должны провалить соперника два раза во время трех комбинаций. То есть, если раньше мы проваливали один раз в повторных атаках, то сейчас мы его будем проваливать два раза. Итак, что касается одиночных ударов. Я, например, бью боковой, проваливаю шагом назад, бью прямой, проваливаю с помощью уклона, снова бью боковой и защищаюсь. Если в повторных атаках мы проваливали соперника один раз, то сейчас наша задача заключается в том, чтобы мы провалили его два раза. Итак, начинаю показывать медленно. Я бью любой одиночный удар, проваливаю, например, шагом назад, снова бью, проваливаю через уклон, бью и защищаюсь. В этой работе желательно начинать каждую атаку с разной руки. То есть, если я закончил левой, подхватывать с правой. И желательно постоянно менять свое положение относительно соперника в пространстве. И также обязательно менять этажи атак. То есть, постоянно сочетать работу и в голову, и в корпус. И менять дистанцию. То есть, в этих трех комбинациях желательно должна быть разная дистанция. Начинать вблизи, разрывать, снова подходить, забегать вокруг и снова разрывать. Например, я даю задание своим ученикам два раза ударить с дальней дистанции, а потом перейти на дистанцию ближнего боя. Все это я должен сделать с разных рук. Итак, я бью, например, в голову сбоку, делаю шаг назад, бью в голову, уклоняюсь, бью в корпус и забегаю, защищаюсь. Или, например, я даю задание начать с ближнего боя, повторную атаку, а потом перейти на дальнюю дистанцию. И опять я сейчас буду менять этажи. Я два раза ударю по животу, а потом ударю в голову. Или я, например, даю указание сделать повторную атаку по этажам, а потом забежать и снова атаковать в голову. То есть, грубо говоря, в этой работе импровизирует либо сам спортсмен, либо тренер. То есть, мы сами придумываем дистанции, сами придумываем этажи, по которым работаем, сами придумываем защиту и акценты. Когда мы делаем акценты? В начале, в конце, всю комбинацию бьем сильно или только один удар. Когда этап с одиночными ударами пройден, мы начинаем усложнять нашу работу. К примеру, мы можем в середине бить большее количество ударов. И сейчас мы рассмотрим такую стройную комбинацию, как 1-3-1. Мы провоцируем соперника первым ударом, проваливаем уклоном, бьем три удара, снова проваливаем, бьем и защищаемся. Очень важно напомнить, что первые две комбинации бьются именно для третьей, для крайнего удара. И сначала мы работаем таким образом, что мы не все бьем сильно по желанию, а делаем акцент именно на крайний удар. Именно на это тренер и делает акцент. Итак, конструкция 1-3-1 остается прежней. То есть один удар сначала, тройка в середине и один удар в конце. А дистанции? Наше положение относительно соперника мы импровизируем, придумываем сами. Следующий этап подготовки, когда тренер не задает строго регламентированное количество ударов, а просто говорит про этажи. Например, голова, голова, корпус. И здесь мы бьем любое количество ударов, которые хотим. Например, голова, голова, корпус. Или корпус, корпус, голова. Или голова, корпус, голова. Это упражнение улучшит ваше мышление в бою и поможет новому моделированию повторных атак. Подписывайтесь на канал Буден Суит, оставляйте ваши комментарии, нам это очень важно. Удачи! И сейчас мы рассмотрим упражнение на скорость одиночного движения и частоту движения, которое применяется при обучении прямому удару. Итак, скорость одиночного движения. Мы берем жгут. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok